Дорогие соотечественники! Ирония и тракизм судьбы часто идут рука об руку. Недавно на днях в Соединенных Штатах Америки скончался последний великий поэт СССР Евгений Евтушенко. И рука сама по себе, а может быть и не надо мне было этого делать, потянулась к перу и к бумаге. И вот что у меня исторкость. Дорогие соотечественники! Триумф интернета, парад ураганов, хоронят поэтов и чтят шарлатанов. Когда-то поэты писали сонеты, их чтили монархи, теперь олигархи. Сменили поэтов в вестях интернета, теперь вместо пайки вхождение лайки. С ума посходила шальная планета, когда вымирают чтецы и поэты. Последних поэтов закончится травля, но вспомнят при этом пророчество Павла. Несть Элина нету и несть иудея. Христос был поэтом, и он был евреем. С поэзией вымрет святая идея. Триумф интернетов, парад шарлатанов. Последним поэтом стал Павел Дуганов. Почему я говорю о Павле Дуганове, о нашем соотечественникам? Многие думают так, что поэты заканчивают факультет филологический, обучаются всем ямбам, хореям и прочим премудростям, гигзометрам и прочим премудростям. И, так сказать, выучиваются на поэта. Потом идут сборники стихов, потом в союзы поэтов и писателей. То есть, так приблизительно, как в науке делаются карьеры, так многие думают. На самом деле, поэт – это особенное состояние духа, это особый дар человеков. Скальды. Поэзия скальдов. Никто не выбирал скальдов в поэта. Викинги с особой одаренностью становились скальдами. Скальды непременно присутствовали на всех пирах. В пирах бондов, в пирах своих соплеменников. И вот, хочется, так и хочется сказать, что скальды сейчас превратились в троллей. Но об этом потом. Итак, Стокгольм. Стокгольм, как известно, скандинавская страна. Именно в его окрестностях родовали эти самые скальды. И вот в Стокгольме, среди 170 участников из 100 стран, собрались скальды. Потому что скальд можно еще перевести не только как поэт, но и как тамада. И вот самым крутым скальдом, самым крутом соревновании стал наш соотечественник, поэт Павел Дуганов. Павел, здравствуй. Здравствуйте, Виктор Иванович. Ну, что скажешь? Ну, что здорово вы так подвели. Я думаю, о ком же вы это говорите? И только потом понял, что обо мне. Я думал, вы говорите о великом Евтушенко, действительно, который совсем недавно ушел от нас. Вот вы посвятили ему эти великолепные строки. Которые оканчиваются последним поэтом стал Павел Дугановым. Да, я тоже написал одно четверостишки. Оно сейчас на память. Ушел поэт, глашатый гений. Я до утра не усну. Зачем ты покинул нас, Евгений? Уйдя в последнюю свою весну. Замечательно. Да, поэты, к сожалению, уходят. И вот действительно, Евтушенко был удивительным человеком. Он сейчас таких практически нет. Знаете, Довлатов сказал так. Порядочный человек – это тот человек, который подлость делает без удовольствия. Так вот, Евтушенко как раз таким не был. Он был очень порядочным человеком. Он не подписывал ни письмо 42-х, не помогал Солженицыну. Да и когда в Прагу вступили войска. Да, да, да. Странно, вот такие глашатые, они всегда нужны в этом мире. Потому что иногда только через поэзию можно сказать то, так сказать, чаяние народа и обращение к власти. Ну, Христос был поэтом. Да, за это его и распяли. И вон его Нагорная проповедь. Чистой воды поэзия. Да, за это его и распяли. Вот возникает сразу такой вопрос. Получается, что 21 век, ну, вот как мыслили себе, допустим, просветители, иллюминаты? Ну, вот один век разума, второй век разума, третий век разума. Ну, и технический прогресс, все эти технологии. Причем технологии, внимание, не только технические, но и политические, и политтехнологии. И будет людям счастье, счастье на века. Это не Кармаш сказал, это сказали просветители задолго до него. И вот что-то неладное в датских королевствах. Вот мы видим, средний класс, на который уповали, вымирает. Мы замечаем, что все данные статистики Форбса, о чем говорят, ну, вот, например, последнее. 60 самых богатых людей планеты контролируют, значит, количество денег, или там богат, скажем так. Столько же, сколько половина, если проранжировать самых бедных людей планеты. И этот процесс продолжает угрожающе развиваться. И похоже, что скоро 1% всех людей планеты будет обладать тем же, что и остальные 99%. То есть, мы видим, идет вот это обнищание. Ну, ладно бы только, если деньги. Но мы видим, что происходит нечто странное. Ненужным становится человек. Вот раньше как империи строились. Значит, завоеватели в полон брали, значит, женщин, детей, там, мужиков. Забирали их территории, и вот образовывались, и потом падали империи. А сейчас получается как-то странно. Чтобы территории были нужны, так мы видим, распад британской, французской и так далее империи. Чтобы люди были нужны, так тем более, кому они интересны. И вот получается парадокс. Вот попробовали сделать одну глобальную империю, и получилась удивительная вещь. Стали исчезать суверенитеты. И тогда всем стало понятно, а зачем мне территория, а зачем мне эти люди. Достаточно контролировать суверенитет страны, и она у тебя, допустим, у мегабанков, у транснациональных компаний, она в железном, стальном кулаке. И самое поразительное заключается в том, что суверенитет оказался отобранным не только у других народов Земли, а у самого народа Соединенных Штатов Америки. И это мы видим. Это называется, за что боролись. На той направлении. И вот какая-то ирония судьбы Евтушенко, мы еще раз его упомянем, перед тем, как перейти великий, последний великий советский поэт умирает в Америке. Сын Хрущева уезжает где-то в Америке, там тоже старец и так далее. Что это за исход? Что случилось? Почему Евтушенко, и патриот земли русской, и советский, так сказать, во многом это в нем, все мы родом из СССР. Почему это такой странный исход? Почему такая ирония судьбы и трагедия? Я думаю, Виктор Иванович, дело здесь гораздо глубже. То, что, ведь возьмите, после революции многие белые офицеры, интеллигенция уезжали из России, особенно во Францию, в Новый Свет. Но в душе они все равно были русскими. Но те убегали от большевиков. А тут пришли какие-то новые большевики. У Евтушенко то же самое. То есть, он уехал в 90-х годах. Он уехал в 90-х годах. Как раз на развале страны. И поэтому здесь трудно его осуждать. Душно ему было здесь. Да, один китайский мудрец говорил, для того, чтобы осуждать человека, ты должен одеть его обувь и пройти весь его жизненный путь. И только тогда ты поймешь, почему тот или иной человек поступает так или иначе. Евтушенко все равно является патриотом. Глашатаем. Человек, который никогда не боялся высказывать свое мнение. Да и лекции он в этом университете до последних дней читал именно в отечественной литературе, поэзии. Конечно, он нес в массы историю своей культуры. Создал уникальную антологию. Там, в общем, поразительный человек. Да. Трудно сказать. У каждого человека свой жизненный путь. Я считаю, что он прошел его достойно. У меня такое впечатление, что поэзия в мире Чистогана становится ненужной. И вот мне кажется, что Евтушенко, который когда-то собирал огромные аудитории, залы, стадионы, не только он, там, и Вознесенский, и Рождественский, и Балахмадулина, и другие, значит, он почувствовал себя как бы лишним в родной стране. Соглашусь с вами. Не это ли, увы, причина? Соглашусь с вами. Хорошо помню, в 90-е годы, в то время я был вице-президентом Банка легкой промышленности Молдовы. Вот, и мы с моим другом были такие романтики, и вот нам хотелось сделать что-то особенное. В те годы закрывали разные передачи, все, и вот одной из любимых моей передач была «Кинопанорама». Я очень любил ее, потому что там выступали. И я ее люблю. Так скажу вам, Виктор Иванович, что в 90-х годах я поехал в Москву, и мы стали спонсорами, тогда еще не было такого слова, спонсорами «Кинопанорамы». И поэтому еще 4 года после этого «Кинопанорама» просуществовало благодаря нам, скажем так, которые в нее вложили какие-то средства. В те годы была романтика. В 90-е казалось, что мы можем перевернуть этот мир, сделать его лучше, все это самое. Но на самом деле, так сказать, эпоха романтики проходит очень быстро. Мы погружаемся в рутину. На место романтиков пришли жлобы, как Натан Эйдельман сказал. Наверное, это так. Вы заговорили о Швеции. Так вот, 90 лет назад, один шведский знаменитый социал-демократ, сейчас не помню его имя, но он сказал такую фразу удивительную. Когда, говорит, из страны уезжают инженеры, врачи, интеллигенция, на смену приходят, во власть приходят торгаши, в парламент спортсмены, артисты и бендюжники и так далее. То есть, происходит, так сказать, замена одних людей другими. То есть, святое место пусто не бывает. Поэтому... И, к сожалению, в это святое место отнюдь не святые приходят. Это всегда так. Знаете, как говорят, с другой стороны, трудно кого-то осуждать, потому что говорят так, что те, кто умеют управлять государством, они уже или таксисты, или парикмахеры. Замечательная народная мудрость. Вот я хотел бы спросить. Вот Нобелевскую премию получает именно в области литературы знаменитый бард, американский Боб Дилан. Я помню, мы в свое время его... Конечно, Бедлы там его забивали по всем пунктам, но, тем не менее, для американской культуры, для англосаксонской, он был и остается великим поэтом. Высоцкий тоже, можно сказать, был бардом. Акуджава, фактически, его учитель был бардом. Да, многие они были бардами. Почему поэзия потихоньку стала уходить в пограничную зону в сочетании авторских строк с авторской музыкой? Почему это стало? Я думаю, эта тенденция появилась не сейчас. То есть, смотрите, на смену экипажа появилась конка. На смену конки первый автомобиль паровой, потом появился дизельный, потом появился экспресс, потом появились поезда, самолеты, ракеты. Пошло усложнение. Да, пошло усложнение. И поэзия, как таковая, она требует тишины. Она требует отойти от бряности бытия, от суеты. Посмотреть в глаза любимого человеку, остаться наедине при свечах и говорить, допустим, такое. Оплавляются свечи на старинный паркет. Дождь стекает на плечи серебром и палет. Как в агонии бродит золотое вино. Все было и уходит. Что придет, все равно. Высоцкий. Один из последних магикан настоящего жанра и бардов, и настоящих стихов. И настоящий бардов. Его стихи читаются с листа. Да. Удивительно. Без музыки они звучат так же. Кто его знал, если он говорил о шоферах, все думали, что он был шофером. Заключенные считали его своим. Он даже был микрофоном, который усиливал ложь. Конечно. Конечно. Уникальные люди. И поэзия в то время, она... Это эпоха, скажем так, запретов. Она была... Когда не все возможно было сказать. Поэты говорили. Или языком эзоповым. Или... Образами. Да. Образами. Вот. Но сегодня, сегодня, на их место приходит совершенно другая рифма. Я беременна, это временно. Дождь, это вода. И так далее. То есть, какие-то глупые обороты, которые складываются... И другие литерации. Да. На секунду. Помнишь, Высоцкого? Казалось, он из какофонии делал чудо. Сверкал закат, как сталь клинка. Свою добычу смерть считал. А бой будет завтра. А пока взвод взрывался в облака. И вот это сверкал закат, как сталь клинка. Он делал чудо. Он из каких-то невообразимых вещей у него появлялись... Но я хочу сказать, что для сильных мира сего это хорошо, что происходит. Потому что в стихах человек задумывается о том, что ему надо. А когда он слышит такое, как people have it, то в этом случае можно не думать ни о чем. А недумающими людьми легче управлять. Вот собирать стадионы, перед ними выходит несколько полуобнаженных девиц. И поют совершенно какие-то непонятные вещи. Тексты непонятные, но народ балдеет. Конечно. Треба и зрелища. Безусловно. Зрелища и эротику никто не отменял. Мысли никто не требует. Однозначно. А вот с другой стороны, если посмотреть на особенность поэзии. Вот я вот замечал. Так вот иногда что-то бывает. Замимаюсь математикой или еще чем. И вдруг что-то в мозгах. Вот рука тянется и начинаешь писать. Я не претендую ни на какие звания поэтов. Я ни у кого хлеб не собираюсь отнимать. Но вот я замечал. Такое впечатление, что ты просто медиум. Ты берешь и запишешь то, что рождается непонятно где. То есть одно дело вершиплюствовать, там, сочинять, там, стихи, там, комбинировать. А то как-то оно вот идет как-то вот, как пулеметное. А потом вдруг затык. Вдруг нету вдохновения. А потом опять пошло. Как шаман. Это вдохновение. Это вдохновение. Человеку оно приходит. У поэтов это называется... Вот по своему опыту. Как ты? У поэтов это называется муза. У меня самый плодотворный период был между первым и вторым браком. Когда от меня ушла первая жена. А я еще не женился второй раз. В этот период были написаны самые такие проникновенные мои стихи. И они лидились из тебя. Конечно. Даже я любил такое выражение. Перефразируя великую песню. Есть только миг между прошлой и будущей. Именно он называется жизнь. Вот именно в этот период между... Ну что, переставил пару букв, смысл существенно углубился. То есть, если жить любовью, а не просто во времени, то это так. Конечно. Конечно. Здесь важно... Очень важны, так сказать, стихи на злобу дня. Например. Есть стихи вечные. Вот как я помню чудное мгновение. Например, белеет парус одинокий. А есть стихи, которые создавались, допустим, тем же Маяковским в период революции. Там Ахматовой, Цветаевой в период Серебряного века. И так далее. То есть, нужно понимать такую вещь, что каждая эпоха рождает своих героев. Это относится и к поэзии. И каждая эпоха рождает свои строки. Конечно. Однозначно. Однозначно. И сегодня совершенно другие ценности, реалии. И поэтому народ поет другие песни. Если вернуться к такому древней функции поэтов. Это шаманы, это скальды, это тамады те же. То есть, возьмем тех же скальдов. Опять Стокгольм. В этом конкурсе на самого крутого тамаду мира. Было среди состязаний и испытаний, испытания на импровизацию, на сочинение стихов. Безусловно. Безусловно. Это был и мой конек. Потому что, когда я приехал туда, я понял, что мне там ловить нечего. Потому что там приехали с целыми экскортами помощниц, подтанцовок, аппаратуры. Но на самом деле, там искусство импровизации ценилось больше всего. Искусство импровизации. Скальды были великими импровизаторами, это известно. Не дай бог повторить вису. Конечно. Теник. В этом отношении искусство тамады, ведущего оратора, оно очень своеобразно. Ведь сравнить, допустим, тамаду и артиста, певца, например. Певец может в течение 10-20 лет не менять свой репертуар. Ему аплодируют. Есть любимые песни, которые слушает народ и которые десятками, два десятка раз, сотни раз повторяются. У ведущего не может быть шутка повторенная много раз. Есть какие-то, конечно, домашние заготовки и что-то. Как на КВН. Конечно. Но импровизация, импровизация должна быть. Она решает все. Да, да. Иначе тебя не будут приглашать. И здесь надо именно... К месту, ко времени, к человеку, к ситуации. Это очень важно. Это очень важно. Не все обладают этим даром. И он очень ценится. Он очень ценится среди ведущих. Это дар у тебя от мамы и папы или тренировки, тренинги какие-то? Трудно, трудно сказать. Вот в один момент я всегда был, скажем так, заводилой и вел какие-то мероприятия. Но в мою бытность, когда я получил три высших экономических образования... Перечисли где-то и получал. Я закончил Кишиневский государственный университет. Потом стал работать в финансово-банковском колледже. Мне понадобилось специальное образование, потому что для ведения финансовых дисциплин я закончил Ленинградский финансово-экономический институт. А потом закончил высшую школу бизнеса, кредит Леонид Парижа. Кстати, Леонид Толмач тоже мой хороший друг. Начинал в Санкт-Петербурге где-то, в Ленинграде. Это так? Леонид Петрович, да. Вы не пересекались с ним? Не пересекались, потому что Леонид Петрович старше меня. Мы уже с ним пересекались, когда я уже был банкиром. Но я застал еще поколение банкиров до Леонид Петровича, кто был. И потом мы уже по работе неоднократно пересекались. Хочу сказать, знаете, как сейчас немодно говорить о людях, которые попали в немилость власти, например. Да он был титаном Атлантовым. Он держал этот лей. Конечно. Он был замечательный человек и высокий профессионал, Леонид Петрович. Очень порядочный человек. Я почему о нем говорю? Дело в том, что он учился в Бельском радиотехникуме, начинал. Я сам, ты знаешь, бельчанин. Разница в годах у нас небольшая. Поэтому я говорю, Леонид Петрович старый знакомый, давно по-разному судьба у нас пере... И что меня поражает? Вот он тоже был поэтом. Он был поэтом финансов, если можно. У него было особое чутье. Особое какое-то... Вот для меня поэт это медиум. Это вот какой-то на самом деле шаман. Я поддержу вас здесь в плане того, что он действительно... Ведь стабильность является признаком мастерства. Посмотрите, лей держался. И он держался не на простых каких-то карательных мерах или ограничительных. Допустим, как это было в Приднестровье. А здесь как раз все было потом, когда уже, так сказать, он ушел, начались качели. А ведь, чтобы вы понимали, я вам как банкир могу сказать, почему это происходит. Чтобы вы понимали, что лей вверх-вниз идет не просто так. На этом зарабатывают люди колоссальные деньги. Так называемая волатильность. Да, да, да. И на этих скачках гребут деньги. Безусловно. Медведи и быки, а быка-медведи. В основном быки. Да. Ну, так насчет быков, так у нас вроде там на одной птице он где-то, этот бык вытатуирован на груди. Аллюзия такая у меня возникла. Теперь, значит, почему я вспомнил о Леониде Толмаче и о поэзии? Значит, ассоциации редко подводят людей. Логика может подводить, ассоциации необычные, очень точные. Ты начинал именно с финансов. Ты начинал вот именно с этой области деятельности, где Леонид был истинным поэтом. Почему он был истинным поэтом? Вот я еще раз, и ты подтверждаешь, что это так. У него была особенная какая-то чуйка, чувства, умения. Это, не знаю, это невероятный. Я говорю, держать, как атлант, валюту в стране, у которой и валилась экономика и продолжает валить. Черт знает, что творилось. На мой взгляд, это невероятно. Это напоминало мне, вот я когда-то со студентами был на винограднике, и там парил сокол сапсан. Паривый ветер сумасшедший. Его вертело эти крылья, хвост, все такое. А клюв и глаза у него были как будто гвоздем прибиты к какой-то точке пространства. И вот у меня Леня в этом плане, сокол, это на самом деле. Он вертелся и так далее, но вот это гвоздь. И он был поэтом, что тут говорить финансов. И вот ты переходишь из финансов в поэзию и говоришь, что и там, и там есть очень много общего. Казалось, одна меркантильная. Оказывается, можно, потому что обычно так говорят, мамона, деньги, только деньги, ничего кроме денег. И здесь можно быть поэтом. Вопрос не в деньгах. А как относиться? Если это инструмент, это одно. А если это икона, ну тогда все пропало. Безусловно. И вот как ты вошел из поэзии финансов, из поэтики финансов в поэтику поэзии? Ну, это произошло спонтанно. На самом деле, наряду с поэзией в финансах большая проза. Здесь очень много лукавства. Здесь очень много... Двойной бухгалтерии. Да, каких-то вещей, которые мне всегда были чужды. То есть, люди, общаясь с тобой, были неискренни. Почему? Потому что им что-то нужно было. А поэзия, если бы ты искренни. Были, конечно, честные бизнесмены. Но лихие 90-е приучили к легкому зарабатыванию денег. Они не подразумевали возврат этих денег. Поэтому у меня было на это иное мнение. Поэтому я входил в конфронтацию и чувствовал себя не в своей тарелке. В какой-то момент я понял, что это не мое. Это не мое. Тем муторно. Да, да. Надоело это лукавство. Тем муторно на душу. Да, как говорил Высоцкий. И поэтому я ушел в свой бизнес. В свой бизнес. И когда уже дети выросли, стали взрослыми и определились на жизненном пути, я понял, что я могу делать то, о чем всегда мечтал. И вот знаете, как это совершенно случайно произошло, что я попал в Стокгольм, в Швецию. Не буду рассказывать, это долгая история. Но звезды помогли мне именно выбрать ту профессию, которую я люблю. Сегодня я востребован как ведущий, как тамада, не только у нас в стране. А точнее даже больше востребован где-то за рубежом, в старом и новом свете, чем нежели у нас в стране. Мне повезло вести... Назови какие-нибудь города или там порты или что-то вот такое, что людей на слуху. Ну, я часто веду мероприятия в Лас-Вегасе, в Голливуде. Вот, кстати, сейчас, через неделю, Виктор Иванович, через неделю, это столица свадебных церемоний мира. 35 тысяч свадеб в год там проходит, в том числе и русскоязычные. И вот сейчас, буквально через неделю, я опять лечу в Лас-Вегас, потом лечу в Барселону. И еще там у меня небольшой тур как раз в тех городах, где я, так сказать, буду вести церемонии. Не рождение, а юбилей, свадьбы. В прошлом году вел юбилей, скажем так, у сильных мира сего, у президентов нескольких стран СНГ. Не буду их называть в силу определенных обстоятельств. Вот, но мне, так сказать, выпала честь. И я этому очень рад и счастлив. Сегодня я занимаюсь любимым делом. Каждое утро я встаю, смотрю на небо и говорю, господи, спасибо тебе огромное за то, что ты повернул так круто мою судьбу. Скажи, пожалуйста, вот мы говорим, что вот там, где чистоган, там, где деньги не инструмент, а икона, поэзия каким-то образом вымирает. Почему вот при дворах, скажем так, в сильных мира сего и олигархах, все-таки люди подспудно тянутся к поэзии? Потому что я понял, твой главный конек, как скальда, именно вот это, божий дар импровизации поэтических. Почему люди, казалось, в этом мире, где-то какая-то там поэзия, да все-то давно никому. И вдруг при вот этих, так сказать, людях, вершителей судьбы, которые наверняка многие молятся на золотой цвета, откуда эта потребность, подспудная она какая-то, откуда? Виктор Иванович, все гораздо проще. Так? Человек все равно подспудно тянется к прекрасному. Все равно он тянется к тому, что, может быть, не понимает, недопонимает, но понимает, что это красиво, гармонично. Это волшебство. Да, да, и поэтому люди очень любят красоту, любят красоту. Ведь, посмотрите, ко мне часто поступает предложение о написании каких-то стихотворных строк, причем от людей, которые бывают на мероприятиях у тех, ну, кому уже ничего не надо. То есть у них есть все, и корабли, и самолеты, и виллы, и дачи в разных концах мира. А на душе просто... А их, да, им не хватает, им не хватает именно... Тепла, волшебства. Вот гармонии, гармонии с самим собой. А настоящие стихи, они дарят гармонию, они помогают людям посмотреть на себя с другой стороны. Ведь у каждого человека есть внутри два «я». Одно положительное, другое отрицательное. И есть такая притча даже, когда мальчик спрашивает у своего деда, убеленного сединами индейца, о чем-то они говорили, и дед ему рассказывает, что в любом человеке идет борьба двух волков. Один волк представляет добро, благородство, порядочность, любовь, другой ложь, лицемерие, какие-то... Хитрость, подлость. Хитрость, подлость. Тронутый до глубины души, маленький индейец спрашивает у дедушки. Дедушка, а кто в конце концов побеждает? Какой из волков? Что дед сказал? Говорит, побеждает тот, которого ты кормишь. Классно. Поэтому и в любом человеке есть всегда понятие добра и зла там внутри. И они болятся. Конечно. И любой человек, даже финансовый магнат, воротила, который, так сказать, привык уничтожать все на своем пути, идти по головам, все равно в нем есть что-то прекрасное. Обычно тираны, правители, они очень сентиментальные люди, на самом деле. Слизливые деспоты. Да, да. Я часто вел мероприятия, где видел на их глазах слезы. Но это слезы. В чем искренние? Искренние. Конечно. Нету в этом мире такого, перед чем они могли бы лебезить или лукавить. Вот, конечно, это искренность. И моя основная задача – это дарить хорошее настроение людям и вызывать именно искренние чувства. И слава Богу, мне это удается. То есть, фактически, вот я так, не знаю, как-то само у меня получилось, вот эта строчка с поэзией «вымрет святая идея». То есть, пока жива поэзия, эта святая идея в людях не вымирает. Конечно, конечно. И мне очень нравится, я иногда в Фейсбуке делюсь какими-то стихами, которые создаю мгновенно на злобу дня. Вот, и люди очень положительно к этому относятся, им нравится. То есть, даже интернет затролленный, замусоренный и так далее? Конечно. Даже в нем. Откликается? Конечно. Я очень часто, вот сейчас даже вы меня натолкнули на эту мысль, что надо людям больше давать положительных эмоций. Потому что каждое утро, когда мы входим в этот интернет, 90% новостей – это новости отрицательные. Остальные 10% тоже в конце дня становятся отрицательными. Почему? Потому что происходит таким образом. Там терроризм, убийство, воровство, коррупция. Кидало. Да, да, да. И тут 10% чего-то хорошего. Допустим, что-то происходит. Но есть борьба кланов, борьба партий. И человек, который делает что-то хорошее, даже у нас в стране… Его затроллят. Да, его сразу… Ага, ты это делаешь для пиара. Да какая разница, для чего человек это делает, если он делает хорошие вещи для страны, для своих людей. И неважно, что это самое. Пусть даже преследует свои корыстные… Безусловно. Ради Бога, если он кого-то благодетельствует. Конечно, конечно. Но и это происходит. Поэтому я редко вступаю в дискуссии в социальных сетях, потому что как человек, как артист, как поэт, я… Ты теряешь святость. Да, безусловно, теряю поэтическую девственность. Потому что, видишь, получается, поэт что-то вроде священника, шамана, папа, как хочешь, назови. Конечно. И к нему притекают. Перефразируя того же Евтушенко, поэт в стране больше, чем поэт. А, поэт в России больше, чем поэт. Да, безусловно, то здесь очень важно, чтобы люди, которые занимаются поэзией, все это самое, артисты, они были все-таки вне политики. Если человек опускается уже до уровня, скажем там, поддержки кого-то, он теряет свободу. Он теряет свободу. Он ангажированный. Конечно. И в этом смысле он быстро теряет свое лицо и уходит в лето. Это то же, что случилось с Мандельштамом. Он только однажды поскользнулся, написал какое-то примирительное стихотворение, и вождь его тут же уничтожил. То есть, пока он был как бы самим собой, и вот когда он поскользнулся, подломился, вот в этот момент его... Вспоминаю Высоцкого, поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои больные души. Вот интересно, вот опять же, поэт-мессия, поэт какой-то, ну не знаю, священно действующее лицо, потому что это ясно, что это какое-то вдохновение свыше, как говорят. И вот я помню, что когда первый раз Высоцкий был почти при смерти, слава Богу, тогда пронесло, вдруг неожиданно Вознесенский выдал две потрясающие строки. А златоустом, блатаре, рыдай Россия, какое время на дворе таков Мессия, то есть Спаситель. Сильнейшие строки. Безусловно, безусловно. Есть у нас вот сейчас, вот мы говорим о русскоязычном в данном случае пространстве, есть какие-то молодые ребята, там девчата или какие-то более взрослого поколения, кого можно назвать поэтами национальными? Виктор Иванович, нет, нет, почему, потому что, во-первых, их, если может быть и есть, мы их не знаем, во-вторых, все-таки должно пройти какое-то время, чтобы... Выкрестом, да, да, чтобы поэзия... Понимаешь, какое время? Понимаешь, какое время на дворе таков Мессия? Абсолютно правильно. И надо, чтобы прошло время для того, чтобы мы поняли, что это действительно глаз Мессии. Понимаете, как Высоцкий. Сколько бы он не был, такое ощущение, что все его стихи написаны именно сегодня. Пока он был жив, вот как о Толстом кто-то сказал, что пока он был жив, мы понимали, что творится со страной. Вот то же самое, мне кажется, пока был жив Высоцкий, мы понимали, что творится со страной. Что бы ты хотел сказать на прощание нашим дорогим соотечественникам? Пожалуйста. Ну, как говорил Генрих Восьмой, своей шестой жене, не волнуйтесь, я Вас долго не задержу. Что бы я хотел сказать? По-любому надо думать о хорошем. И каждое утро, когда мы просыпаемся, мы выбираем себе настроение, выбираем как одежду. Дорогие зрители, одевайтесь в счастье. Это всегда в моде. Искренний Ваш Павел Дуганов. Ну что, спасибо, Павел. Давай-ка я закончу последними, что я написал. С ума подсходила шальная планета, когда вымирают чтецы и поэты. Последних поэтов закончится травля, но вспомнят при этом пророчество Павла. Не Стелина, нету и не Сиудея. Христос был поэтом, и он был евреем. С поэзией вымрет святая идея, триумф интернета, пара шарлатанов. Последним поэтом стал Павел Дуганов. Спасибо огромное. Дорогие соотечественники, вот и пролетело время нашей передачи позиция. Каждый из вас поэт. Вопрос только, даете ли вы себе прислушаться к собственному голосу. Потому что поэзия – это всегда надежда, это всегда вера в светлое, несмотря ни на что. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Виктор Иванович Борщевич.